здравствуйте дорогие друзья сегодня будем лепить вот такую прекрасную куколку лол так как вы очень сильно просили итак начинаем итак для ножек нам понадобится 10 грамм мастики начинаем формировать ножку сразу делаем вот такой вот изгиб потом формируем стопу ножки у них небольшие поэтому сильно не вытягиваем так Такая вот небольшая ножка. Мастика здесь должна быть не телесного цвета, а такая чуть бледнее, как будто бы она одела колготочки. Так что обратите пожалуйста на это внимание. Сегодня решила снять для вас такое видео попроще немножечко. Не буду лепить каждую ручку и ножку в прямом видео, потому что видео достаточно тяжелое, но и так будет очень большое, поэтому по одному. То есть не забываем, что нужно соединять, чтобы ножки были одинаковы и сверху и снизу. То есть равняйте и чтобы визуально и по высоте они были одинаковы. Смотрим на это и не забываем. Так, теперь берем наш пенопластик, шпажечки и вкручивающим движением, аккуратно, не спешим, вставляем шпажку в пенопласт до упора. Сильно далеко ножки друг от друга не ставим, потому что они должны стоять у них практически впритык, судя по фотографии. Так что не спешим, чтобы ничего не сломать, не деформировать. Аккуратненько вставляем, если что поправляем. Все, пусть наши ножки подсыхают, а мы пока начнем делать тельце. Так, для тела я взяла 30 грамм мастики. Тельце формируем такой, даже не знаю, как сказать, конус, не конус. Тельце у них такое пухленькое, слегка вытянутое, но совсем чуть-чуть. Сейчас мы тело будем примерять на ножках, так как сложно угадать, какое нужно точно сделать. Итак, теперь аккуратно вынимаем шпажки, опять же выкручиваем их, выкручиваем, ставим их примерно рядышком и прикладываем наше тело. Вот как видите, все изгибы как раз нам подошли. Теперь нужно нанести клей на наши ножки. можно воду, как вам больше нравится. Я пользуюсь клеем. Клей можно сделать из смс. Обычную водичку, добавляйте смс, небольшое количество, и он разбухает, и потом потрясающий клей получается. Так, теперь берем нашу шпажку и аккуратно вводим в ногу, примерно вот под таким углом. Аккуратно скрутили, можно оторвать даже ножку, посмотреть, ага, все вошло. Главное здесь не спешить. Все, пошла шпажка. Должен быть чуть-чуть надо по худшему углу. Все. Вторую ножку я не буду вставлять в шпажку сейчас, потому что она здесь в принципе не нужна. Когда мы будем устанавливать куколку на торт, то тогда вот в тот момент мы вставляем сюда еще одну шпажку. Если вам интересно, потому что присылали мне многие вопросы, как потом, впоследствии установить фигурку на торт. Если вам интересно, я сниму отдельное видео, вопрос-ответ, отвечу на все ваши часто задаваемые вопросы и покажу в отдельном видео, как я устанавливаю фигурки на торт. Так, ну это потом, если надо будет вам продолжим лепить. Итак, лишнее отрезаем. Это нам тоже явно будет большая шпажка. И теперь мы слепим ручки. Так, для рук я взяла 3 грамма мастики. Так, сразу делаем вот такое толщение. Это будет ее кисть. У них ручки довольно-таки пухленькие. Сразу отрезаем планчик. Так, вот делаем. И вот так вот. Ручки небольшие. Так. Так, вторая ручка я тоже слепила, то есть опять же примерили посмотрели чтобы они были одинаковые чтобы не отличались друг от друга так все ручки у нас готовы тоже пока что пусть они у нас немножко сушатся а мы тем временем займемся нашей головой для головы я взяла 100 грамм мастики сделала вот такой прямоугольничек так как голова у них довольно таки такая сказала больше прямоугольная здесь проверяем чтобы не было никаких заломов прочего такие если есть там какие то то можно вот на заднюю сторону там где у нас волоски будут так сформировали прямоугольничек и теперь формируем глазки глазки они довольно таки большие и вот тут очень такой важный момент глаза у них находится как бы очень низко да то есть не так как мы обычно делаем приблизительно по центру а здесь они смещены больше вниз то есть вот как-то вот так и между ними достаточно большое пространство между этими глазками делаем довольно таки глубокие ямочки потому что когда мы будем вставлять туда белую мастику если они не сильно большие они станут еще меньше визуально не уменьшится то есть вот такие вот еще у них есть такой маленький носик мы начинаем его как бы аккуратненько вытягивать с нашей мастики так вот вроде как маленький носик я даже вот изначально его не заметила я думаю что его вообще нет уже потом когда просматривала много разных фотографий смотрю а носик то есть поэтому и у нас он тоже будет хотя я видела девочки делает и без носика просто так так и ротик у них такая дырочка вставляем стек и как бы слегка вытягиваем оттуда так так снизу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, что очень даже и неплохо Теперь нужно вставить глазки Снимаем гул И как помните, я уже говорила в других видео Глазки не должны быть выпуклыми Они должны четко заполнять ту впадинку, которую вы делаете для них То есть, чем больше глазик, тем больше впадинка Смотрите, что у меня получилось Глазик готов Готов Тоже важный момент, когда глазик делаете, чтобы никаких складочек не было То есть, потом уже очень сложно выровнять Если какая-то складочка на переднем плане Все складочки складываем туда, где их потом видно не будет Так Так Теперь Мы сразу нарисуем Потому что я, как вы знаете, люблю глазами И когда фигурка все-таки с глазами, она оживает Рисуем мы, как всегда, пищевыми красителями Я рисую Америкулер Вы можете использовать топ-продукт Вообще, Вилтон, Кари, какие вам удобны И буду рисовать сегодня двумя кисточками Одну берем потолще, одну берем потоньше Итак, начинаем рисовать глазик Глазки у них практически на все белое пространство Ближмил Ки-лазки. Ки-лазки key Ки-лазки beg analyse Ближмил Ух 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 our Тут в слегка В Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Тут самое главное не спешить. Ну и смотреть, чтобы глазки были одинаковые. То есть визуально должны быть... Так... Так, шипачу я. Белой красочкой сделать такой... Легкий блик. Так... Теперь берем вторую кисточку и будем рисовать ей реснички. Тут тоже надо очень аккуратно. Как исправить шансов? Очень мало. Тот, наверное, кто себе рисует часто стрелки на глазках, там проблем будет. Я, к сожалению, делаю это крайне редко, поэтому мне довольно-таки сложно сделать правильную ровную стрелочку. Так... Теперь второй глазик. Так... 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 Вот так... И теперь у нее еще сбоку... Так... 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 У нас сейчас... С этой стороны буду обожать... Так, теперь мои любимые блики. Обязательно на глазках должны быть блики, потому что без них они выглядят безжизненными. Не забываем о зеркальности. Если блик с этой стороны, значит следующий идет параллельно. Всегда помним об этом. Не может быть так, что на одном глазке блик с этой стороны, на другой с этой стороны. То есть, все должно быть зеркально. Так, ну вот уже заиграла наша красавица. Ну, пока еще не красавица, пока нет волос. Скоро мы ей и волоски сделаем. А, вот еще забыла. У нее же такие бледно-бледно-розовенькие бровки. Такие бледно-розовенькие. Что-то у меня не совсем бледно-розовенькие. И хватает только волос. Так, ну, пока наша голова подсыхает, я думаю, нужно сделать платьишко. Потому что сейчас волосы сразу не сможем сделать, потому что может деформироваться голова. Так что даем ей подсохнуть. Откладываем наши ручки. И начинаем заниматься декором одежды. Так, начинаем мы с розового цвета. Потому что именно таким цветом у нее нижняя юбочка. Так, катаем пластику. Довольно-таки тоненько, сильно толстая не надо. Будет смотреться довольно грубо, если будет толсто. Берем вот такую штучку. Если у вас нету, то можно просто вырезать большой круг, а потом еще поменьше. Так, получается у нас вот такая вот юбочка. Мы ее прикладываем. Смотрим, сколько нужно нам примерно. Пока мы будем подготавливать, смазываем тельце клеем, чтобы он немножечко подсох и лучше приклеивалось к нему мастик. Потому что когда будет как бы только намочишь, то он может съезжать просто с мастики. Так, переворачиваем на тыльную сторону. И вот таким стыком делаем вот так. Как бы делаем чуть тоньше наш край. Так, теперь прикладываем нашу юбочку. Юбочки у них довольно-таки пышные. Поэтому мы сразу так вот ее и поднимаем. чтобы она была пышненькая. Так, отставляем. Берем теперь фиолетовый цвет. Так, берем фиолетовый цвет. Также раскатываем, но не сильно тонко, не сильно толсто. формируем нашу юбочку. фиолетовый цвет. Так, примерно примеряем. Так, примерно примеряем. фиолетовый цвет. И приклеиваем. И приклеиваем. фиолетовый цвет. Так, берем фиолетовый цвет. И делаем фиолетовый цвет. Так, берем фиолетовый цвет. чтобы она сразу высыхала правильно можно пальчиком так вот делать как вам удобней главное чтобы юбочка была пышненькая потому что у них очень пышные юбочки так и теперь бирюзовый цвет так вот Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Сразу. Сразу. Лишнее обрезаем. Так как у них нету. Так как у них нету. Так и вот так подтягиваем. Поднимаем нашу юбочку. Каждый слой должен как бы парить. И выравниваем. Так. Угу. 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 На кофточке у них под мышечками такие кружочки бирюзового цвета. Так. Берем кружочек. Подрезаем. Делим его пополам. И приклеиваем. И приклеиваем. Так. Теперь нужно создать как бы шовчик. шовчик. Угу. и приклеить наши лучки. Опять же смазываем клеем. и приклеиваем. И приклеиваем ваши волочки. Так. По центру платьишка у нее проходит молния. Поэтому катаем тонкую колбаску. и приклеиваем ее к платью. Не приклеиваем ее к платью. Сенее шею пока. мышь не отрезаем и если у вас есть вот такой стек с таким наконечником делаем имитацию молнии ну и конечно небольшая собачка так же у нашей ло есть небольшая шея поэтому я предлагаю сделать ее таким способом смазали клеем катаем вот такую небольшую колбаску и формируем такую вот шею треугольные все шея готова одеваем голову смотрим как она подходит мне кажется очень хорошо так и теперь начинаем заниматься ее головой челочка у нее из трех цветов то есть это бирюзовый фиолетовый и розовый поэтому начнем на щелочки и и вот и и и и и и Нашу челочку. теперь с галочкой отрезаем лишнее получилась вот такая щелочка добавим я хочу чтобы она была повыше приложили нашу челочку если надо приклеить не липкая мастика приклеиваем моем случае не надо вот такие формируем сами волосы у нее белого цвета поэтому берем белую мастику отрываем кусочек так вот его раскатываем берем кисточку клей и намазываем голову клеем так как только намазали голову клеем берем нашу заготовочку и прикладываем к ней наши будущие белые волосы и ножничками все вот это вот лишнее мы обрезаем шовчики аккуратненько замазываем можно делать это пальцем и стыком чем вам больше нравится быть наши волоски и опять же все недостающие места добираем сильно прям уж тут так шовчик очень хорошо прячется смотрим с этой стороны если тут не хватает но мне в принципе хватает делаем то же самое что делали с челкой так теперь формируем у нее хвостики от них мы будем отталкиваться хвостики не сильно большие мне кажется хватит берем клей и клеиваем нашу делаем это не прямо щелки чуть дальше потому что у нас еще будет обруч с розочками сразу формируем волос берем еще один хвостик хвостики я не взвешиваю поэтому смотрите сами какие вам больше нравится опять же можно сделать такие можно чуть больше вот такой колбасочку и прикладываем к нашей голове потом чуть-чуть вот тут слегка приплюснуваем и опять же сразу формируем волосы так для обруча катаем опять же колбаску вот такую и примеряем если надо меньше значит отрезаем больше вот значит отрезаем можно сделать сразу непосредственно на фигурке и не забываем что у нашей голове есть уши вот когда мы сделали обруч волосы и только тогда мы делаем ушки чтобы они у нас были на месте иначе если сделать раньше то возможно придется это дело переделывать так берем мастичку цвета как наша голова и вот такие маленькие ушки у них совсем еле заметные если мастика не имеет хорошего липкого слоя значит она обязательно клеем проходим мне повезло мне не надо так что мне кажется большого отружка но я его поменьше ну и вот наш алло уже почти готово так теперь формируем розочки которые будут украшать ее поруч для этого вам понадобится вот такой молот если у вас его нет то я сейчас покажу способ как можно сделать розочку самим так ну для тех у кого есть молот показываем берем небольшой кусочек мастики и делаем розочку тоже небольшую я думаю вот этого нам хватит хорошо туда трамбовываем отрезаем лишнее и аккуратно вынимаем вот такая вот розочка у нас получилось нужно нам таких три одна будет у нас розовенькая по центру и две бирюзовых по бокам вот так вот и все вот fille если он так как 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 если он так как я так ну это смогу если молдом у вас нет то можно сделать вот так катаем вот такую масочку складываем ее вот так не совсем ровно чтоб чуть-чуть оставалось как бы один край был чуть выше и вот так вот и укатай этот способ больше подходит тут именно на такие случаи когда вот на капкейки или вот чтобы сделать такие маленькие розочки быстро легко прикольно так приклеим розовым к обручу по центру у нас розовая роза 2 бирюзовых по бокам теперь пришла очередь ушек для ушек берем небольшой кусочек белой мастики скатываем вот такой кружок внутрь кружка мы вставляем небольшой кусочек розовые мастички разрезаем пополам и формируем вот так теперь намазываем клеем и аккуратно прикладываем наше ушко то же самое проделываем все 2 теперь надо сделать рог для этого берем кусочек желтой мастики небольшой катаем вот такой наверное побольше возьмем пусть он будет более потолще и примеряем даже можно больше взять впоследствии рог можно покрыть золотым кандурином будет очень красиво будет как настоящий золотой если у вас кандурина нет то можно обойтись и без него просто сделать рог желтеньким цветом поярче я кандурином покрывать не буду потому что детки очень любят грызть мои фигурки стараюсь как можно меньше этого делать для деток так смазываем клеем и прикладываем к нашей голове вот так рог готов теперь осталось фигурку затонировать и кукол колон готова как всегда тонируем сухими красителями так как вы знаете я люблю очень тонировать мне кажется с тонировкой будет фигурка выглядеть намного более натурально вот прикупила такие кисточки вам еще раз похвастаюсь кто не видел очень классный очень удобно ими тонировать если хотите скину вам ссылочку где заказывала на так тонировать я буду телесным цветом потому что как-то она мне кажется бледновато я хочу сделать ее немножечко более загорелой поэтому я слегка совсем затонирую ее ручки и личико всем аккуратненько все чуть-чуть хотя делала когда мастику мне казалось она такая темная в итоге получилось длинноватая так обязательно розовые щечки видите сразу как фигурка заиграла совсем немножечко вид совсем уже другой так ну и я хочу еще слегка припудрить ее юбочку совсем совсем легонечко но вид уже стал поярче сразу в принципе все мне кажется всего достаточно так что если видео вам понравилось то обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте пальчик вверх и конечно же пишите комментарии понравилось что не понравилось то есть интересно знать все а также очень прошу вас писать что бы вы хотели увидеть в дальнейшем всем заранее спасибо пока 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 и